Шавуа Тоу! Хорошая неделя, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, и у нас начинаются главы, которые говорят о храме. Глава называется Трума. Приношение. Престивышний нам сказал, что мы от всего сердца давали приношение для храма. Драгоценные металлы, золото, серебро и медь, голубую шерсть, багреницу, червеницу, лен, козью шерсть, шкуры бараньи покрашенные в красный цвет, шкуры тахошей, и также дерево шиким, и масло для миноры, масло для священного помазания, камни оникса, другие драгоценные камни. В общем, тринадцать компонентов, из которых состоит храм. Это переносной храм пустыни. Для чего же нужен нам храм? Чтобы пребывало в нем божественное присутствие шьина. Но основное пребывание шьины находится в сердце каждого еврея. Вот так. Символически это храм, куда мы приходим, выполнять заповеди. Но очень важна Тора, которую Всевышний нам хочет подарить. Он нам дарит ее, только возьмите. Что дает нам Тора? То есть, допустим, человек занимается бизнесом. Он не знает, что принесет успех в бизнесе. Может прогореть, может выиграть. В общем, очень сложно что-то предугадать. Но человек, который берет Тору, любая буква, любое слово, любое предложение, только дает ему награду. За все. Человек получает награду за все. Допустим, два бизнесмена. Они торгуют. У одного товар, у другого деньги. После сделки товар перешел к одному человеку, деньги перешли к другому. А если два мудреца учат Тору, один сообщает знания своему товарищу, тот товарищ ему сообщает знания, и выигрывает, и все выигрывают вместе. Один уходит и со своими знаниями, и знания, которые он получил сегодня от своего товарища, и также у товарища уходит его. То есть, все вместе. То есть, Тора, это очень большая награда. Это беспроигрышный вариант. Это всегда помощь. Это всегда все, что только может быть на этом свете, все вышли вложи в Тору. Такую драгоценность. Интересно, ведущий наш, рассказывает такую историю. На корабле плыли купцы. В другую страну, с товаром, вруженный корабль. А один человек сидит и читает, читает книжку, Тору читает. И они хвастались, у меня такой-то товар, у меня такой-то товар. Рассуждались. И смотрели на него, а ты что ведешь? Он говорит, я не могу это объяснить словами. И все. Но они смеялись весь рейс. Кончилось тем, что они приплыли в ту страну, которую они планировали. И в этот момент царь устроил такую таможню, чтобы исключить импортный товар, чтобы его производство не страдало, что у них просто конфисковали весь товар. И они остались ни с чем. Полностью, полностью в чужой стране, без средств существования. И они пошли, нашли местную еврейскую общину, пришли туда. И там люди сидели и читали Талмуд. Учили Талмуд, спорили. Были у них неразрешимые вопросы. И они очень бурно это обсуждали. И тут человек, который учил Тору на корабле, он им начал объяснять их вопросы. На все их вопросы он дал очень внятное объяснение. И они поняли, какой драгоценный камень, какой прекрасный человек им попал. Они его поставили на довольствие. Они назначили ему должность. Приняли к себе. И кончилось то, что эти купцы, которые остались без ничего, они начали его просить. Ой, великий мудрец, помоги нам. Извини за то, что мы плохо себя вели, смеялись на корабле. Чтобы нас тоже поставили на довольствие. В общем, вот так мудрец Торы, получается, показал, что такое Тора. Показал, что от нас хочет Всевышний. И с ней нигде не пропадешь. Вот так вот. И рассказано, что если у человека есть имущество, то его, чтобы сохранить, нужно очень много усилий к этому приложить. И чтобы не ограбили. И чтобы оно осталось. И не разориться. И все, 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 все. Но Тора никуда не денется. Она человеком уходит из этого мира, из следующего мира. Она ведет его там. В общем, просто. Это Дагамат Руват пишет о мешкане. О храме. И тоже. Рассказано тоже про царя. Приходит принц из другой страны. И хочет взять его дочь в жены. В конечном итоге он женится. И принц хочет увезти свою жену в свою страну. Своё королевство. Царь. Как же так? У меня одна дочь. Я её больше не увижу. Я не хочу общаться. Я не хочу так её терять. Он говорит. Я понимаю, что это ваша дочь. В общем, они решили на том, что принц у себя построит специально комнату. Что когда отец, его тесть приедет, что у него будет всегда место для него. Чтобы он посещал свою дочь. И так же Всевышний. Он нам сказал, что хочет разместить свою драгоценность. Тору. У нас встанет. И поэтому у нас теперь есть указание построить этот великолепный храм. Первый храм. Он пока будет переносной. Потом, как мы знаем, всё закончится тем, что будет построен стационарный храм в Иерусалиме. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Берта Батысраэль, Павел Инефим, Савуилан Герш, памяти Ури Бенхаритон Мендель Бенмендель, Якоб Бенахом Владимир Бенгригорий, за здоровье Светлана Батклара, Шимон Бененцхак, Борис Бенмария, Анна Батривка, Полина Перва Батсоня Сура, Лена Батклара, Жене Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бенестер, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Беньева, Ирина Бат-Двойра, Йосим Бенраиса, Инесса Бат-Маил, Евгений Бенберт, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бенделена, Ольга Бат-Светлана, Йосим Дан Бенцара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Людия Бат-Белла, Яков Йосим Бен-Рахель, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазл Барасас, Гулай Рина Бат-Три, Орона Ре Бен-Ри, За хороший дух, Орона Ре Бен-Двойра, Диз Бен-Ахум, Олег Аль Бат-Сара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль, Ариэ Лэй Бен-Лариса, Параса и Брюк Лагер Бен-Рая, Мойша Бен-Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазл Тов, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего взрыва, Пусть скоро закончится эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, Остается завтра в 15 часов, Шавуа Тов, Шалом.